Андрей Олексов, член команды Car4Man, Сергей Зайцев, член команды Car4Man и Игорь Попов. Доброго ранку. Добрый день. У ничего, здесь такая синхронность. Добрый, что это за команда Car4Man? Чем вы занимаетесь? Ну, изначально мы делали тест-драйв автомобилей, делали тест-драйв новых автомобилей. Это где-то, мы уже года три, наверное, да, или сколько занимались? Да, уже больше, лет 4 точно. От 5 до 3 лет, да. Мы этим занимались. Это только хобби, то есть мы прокачивали свои качества в видеосъемке, в лучшем познании автомобилей и делали канал на YouTube. Это не было каким-то бизнесом или что, это только хобби. Все втроем в разной части, ну, то есть в разном количестве участия там присутствовали. Добрый. Какая у каждого роль? Я за рулем. Да, плюс Андрей занимается организационными, как бы всеми вещами. Я полностью, что касается видеосъемки, монтажа, то есть полностью эта часть. Да, я помогаю по съемке, как второй оператор, плюс на мне, в принципе, какие-то технические моменты по машине. То есть я, в принципе, больше всего за рулем времени провел за свою жизнь и, как говорится, своими руками не одну машину разобрал и собрал. То есть если есть какие-то моменты технические, то, в принципе, все это, вопросы все ко мне. Да, у него просто была машина, которая, если нам нужно было куда-то ехать, то сначала ее нужно было перебрать почти полностью и потом такой, а, да, все, можно ехать. Поэтому, как бы, все технические моменты доверяем именно ему. А поциновывайте, что есть у вашего канала и что, взагал, какие комментарии? Ну, у нас, получается, не так уж много подписчиков, около 9 тысяч подписчиков и, ну, комментарии положительные, особенно сейчас, который проект задумали, то бьет рекорды. Проект. Вы, да, вы приголомшили, мне кажется, всех этими назвами, что хлопцы, ну, просто, я не знаю, как это назвать, ну, хлопцы вы решили поехать до другого континента на ржавом Москва-Чи. Почему, почему самая такая машина? А на самом деле покупали ее, то есть, почему на Москва-Чи? Мы вообще не задумывались, нам просто нужно было старое, так сказать, ведро. И Игорь мне скидывал объявления разные, которые у нас был бюджет 300 долларов. И нам нужно было найти это что-то, которое хоть ездило. И вот нашли этот автомобиль, где он, в Херсоне, да, был? В Херсонской области. Да, в Херсонской области. Если так смотреть по карте, это ближе к Николаевской области находится. Если ехать через, скажем, нашу Октябрьскую область, это ближе было, но там дороги не было. Поэтому мы кругами нашли это село. Да, нас туда друзья, получается, привезли, высадили десантом и уехали. Мы вдвоем остались, посмотрели на этот москвич, а нам хозяйка там говорит, он классный, все, самый лучший москвич. Минработи. Да, а она хотела дороже, мы там сторговались, отдали ей деньги, выехали из села, и у нас закончился бензин. И темно, и мы его толкали два километра до ближайшей заправки, чтобы как-то там заправить. И потом, а еще выяснилось, что он почти нерабочий, еле доехали до Николаева. В общем, это начались приключения сразу же, как только он у нас появился. А, чи не выникла думка кинути весь цей проект после таких мандрів? А нет, у нас вообще на протяжении всего времени, как бы, таких мыслей не появлялось. Да, да. Мы восточные парни. Так интереснее только, чем жестче такие автомобили, тем и интереснее поездки. То есть у нас, как бы, до этого были разные поездки, мы на новых автомобилях ездили, там, на Кинбургскую косу, на Покоряли, у нас есть пустыня в Херсонской области, как она, Олешевские пески. Мы их просто проехали на впростое, так сказать. Ого. Да, поэтому жажда приключений есть, и мы ее удовлетворяем, стараемся. У нас есть видеоролик презентационный, именно этого вашего проекта. То есть я предлагаю всем нам подивиться его. Ага. Ну, добре, трошечки выникли проблемы. У нас на канале можно посмотреть на YouTube. Да. Шукайте Андрея Алексова и смотрите у него на канале. Добре, почему идея такая, ну, этого проекта? Ну, возникали разные идеи. Сначала я предложил вообще как-то объехать мир, да, вот, как что-то такое сделать на необычной машине. Это вы инициатор. Нет, я не инициатор, именно не эта идея. Я предложил, что нужно как-то что-то менять полностью, потому что, ну, совсем не то, да, как бы, хочется путешествовать больше, хочется вить другие страны. И тут Андрей говорит, что вообще безумно. Сначала мы с этим москвичем другие вещи собирались сделать. То есть мы не собираемся на нем никуда ехать, там, совсем другие были идеи. И потом Андрей когда сказал... Да, я, кстати, сказал на день рождения Игоря, то есть я долго продумывал это все, я узнавал детали и сообщил им о том, что есть, ну, можно это сделать, когда уже много чего продумал, много чего там посчитал, ну, то есть собрал много информации. И на день рождения Игоря, как сейчас, помню, у него летом день рождения, мы на катамаране катались по морю, и я им предложил, говорю, а давайте поехали в Африку. Говорю, вот мы сейчас тут на море, да, можно вдоль Атлантического океана проехать. Зимой. Они сначала так, потом я им развязал детали, и смотрю, глаза загорелись, и вот как бы с тех пор мы эту идею не отбрасываем. А який маршрут, что плануете? Десять стран, ну, получается, вообще конечная точка – это Гамбия. Туда, чтобы доехать, это почти 9 тысяч километров. Через всю Европу, через побережье, то есть через Италию, через Монако, потом через Испанию, через Гибралтарский пролив, Монако, ой, этот, Марокко, Сенегал и Гамбия. А вообще, я смотрела, что этот проект – это какой-то флешмоб, и вы до него приедуете? То есть, трошки… Да, называется «Банжул Челлендж». Люди со всех стран мира на старых машинах, разбитых, едут, ну, «Банжул», как бы, со всех точек, да, и там свои машины продают, и деньги идут на благотворительность. То есть, такая акция, как бы, да, мировая. Она уже сколько, 9 лет? 14 лет уже существует. 14 лет проходит, как бы, из года в год такое происходит. С Украины в этом году мы единственные едем, в том году с России были ребята, я, кстати, много от них узнал, всяких деталей, они на «Жигулях» ездили, а мы в этом восхищаем. Я знаю, что вы планируете выпускать вот эти фотокартки из разных мест, да, трошки про это рассказать. Да, получается. Ага. Вот, я взял с собой. Ну, это как бы тестовый такой вариант. Мы запустили сайт и такую небольшую краудфандинговую компанию. Мы будем печатать по пути исследования вот такие вот открытки, и на них будут, естественно, фотографии уже другие. А, кости такие у нас. Так, ну... И, получается, такие фотографии по пути исследования будем выпускать. Люди могут их покупать, и мы их будем подписывать и отсылать каждому желающему. То есть подписывать там же, где мы находимся. Да, это будет заряжать, так сказать, энергетически их той страной, где она сделана эта открытка. Да, и потом, естественно, в наших видео это все будет, и тот человек, который приобрел эту открытку, он будет видеть, что в действительности мы это там делали, как бы, что мы подписывали, что мы там фотографировались. И, как бы, ну, мы планируем это с собой брать принтер, то есть который будет распечатывать на месте. Поэтому я думаю, что для людей, которые в действительности хотят, так скажем, вместе с нами попутешествовать, то это самая классная идея. Потому что на самом деле, когда мы объявили о проекте, нам начали писать, как вас поддержать, давайте мы вам там переведем какое-то количество денег. Нам, ну, это не хотелось такого. Поэтому мы нашли такой путь, что, как бы, человек и поддерживает, но в то же время от нас что-то получает. Мы эти открытки, мы зарядим их духом авантюризма, энергии тех мест, в которых мы побываем, там, посыпем их песочком в Сахары, окунем в атлантические воды океана и тому подобное. То есть приложим к старым стенам Маракеша и отправим. То есть люди, которые их получат, они действительно будут видеть, что эта открытка побывала и, так сказать, знаете, как есть поверка, магнетики путешествуют больше, чем я. И вот открытка будет у человека, которая путешествовала, была в больших странах, чем тот человек, который я получил. Вы же супер. Я тоже я уже хочу отримать такую листовку. Трошки тогда, как взагалі відреаговали родичи и друзей на такую идею? Мама сказала, Сережа, ты что, с ума сошел? Сестра, как бы, то же самое, но в итоге все-таки поддержали. То есть они знают, что если я решил, то я все-таки это сделаю, и что отговаривать меня непросто бессмысленно. Ну, естественно, переживают их, можно понять в этом плане. Многие сомневаются, что мы не сможем доехать. Ну, я так скажем, именно из-за того, что это старая машина. Ну, я вкладываю надежду, что в друзей свои... Да, так она так интереснее, наоборот. Да, и что, так скажем, во всех остальных. То есть, ну, на самом деле, москвич, да, он, мне кажется, еще проще, чем Жигуль. То есть там особо нету никаких проблем, даже если в дороге чего-то не будет, то я думаю, что исправить подручными материалами и поехать дальше, это будет не проблема. На бюджетный такой вариант, что... То есть, если бы ехали, скажем так, на старой иномарке, на какой-то, то, я думаю, было бы больше проблем, чем, допустим, с тем же самым москвичом. Ну, так что доедем. Супер, хлопцы, да, дуже классная идея. Ну, и трошки каких-то напутных слов нашим миколаевцам, чтобы они тоже наваживались на такие вот какие-то экстримы и не сидели просто дома. Выходить из зоны комфорта. И все, потому что на самом деле, вот комментарии, сейчас очень много пошло комментариев, да, большинство из них поддерживают, но иногда бывают такие, типа, а что вам дома не сиделось? А в том-то дело, что не сиделось. Нужно расширять свой кругозор, улучшать себя, а как-то не делать, как не путешествовать. Многие хотят путешествовать, но придумывают кучу ограничивающих факторов. То есть, кому-то там нет денег, визу не открыть, хотя сейчас вообще с этим проблем нет. У кого-то там, да, меня с работы не отпустят и тому подобное. А если на самом деле захотеть, то можно путешествовать. Мы еще не совсем экстремальные. Есть люди, которые едут вообще там с одним долларом в кармане и путешествуют вокруг мира. То есть, самое главное – желание. Это желание должно тебя сподвигнуть на то, чтобы встать, грубо говоря, с мягкого дивана, да, и идти. Это, с теплой кровати вылезти. Так что нужно делать действия. И начинайте делать уже сегодня. Не откладывайте, как обычно, это на завтра, которое длится бесконечно. Добрый день. Так, умываем.